Итак, перед нами шаббат. Я очень серьезно отношусь к этому дню. Я с понедельника начинаю думать о меню шаббата. Кто был у меня на шаббате, обычно им очень нравится. Поэтому давайте о шаббате. Был такой человек Эндрю Карнеги. Он был один из богатейших людей мира. И вот его спросили, когда уже в старости, чего ты не остановился? Ты же в любой момент мог остановиться. Он говорит, да, но я не мог остановиться по одной причине. Я забыл, как это делается. Вот чтобы человек не забыл, как это делается, отходить от гонки материальной, отходить от этого всего всепоглощающего какого-то бега за материальным, создан шаббат. В святой книге Зар сказано, тело, которое не проникает в свет души, встряхивают. И тогда входит в него этот свет. Что это значит? Значит, если ты не соблюдаешь шаббат, а только в шаббат попадает духовный свет, то у человека начинаются проблемы. Проблемы, которые встряхивают его, и, может быть, хотя бы они вернут его к тому, что надо. В отличие от остальных дней творения, на седьмой день шаббат не было создано ни одного материального объекта. Законы природы были завершены за шесть предыдущих дней. А в седьмой день что открылась? Новая духовная сила, которая может возвысить человека и душу, в первую очередь. И добавляет вот тот духовный свет, из-за которого, в общем-то, мы не находимся в этом мире. Погруженные в материальные дела, человек в течение недели мало-помалу теряет вот этот духовный заряд, который у него есть. Это все не видно нам. Но мы аккумулятор такой, большой духовный аккумулятор. За шесть дней мы тратим свою энергию. В седьмую надо подзарядиться. Если для тебя это будет шаббат, иначе, как весь организм, душа прекращает существовать, и человек вот ходит, а его уже нет. Вот шаббат та самая энергия. Именно влияние этой силы проявляется. Причем как внутри, так и снаружи. Внешне это в особом таком, знаете, умиротворении. Кто видел шаббат, знает. А внутри это отход от ограничения материального мира, и переход на какое-то хоть элементарное духовное зрение. Человек не может жить без шаббата. Написано шесть дней, делай свою работу. Ты можешь работать шесть дней, пахать как волк. Но все это будет непрочно в твоих руках, пока не наступит седьмой день. Тогда работа утверждается в шаббат. Сказали мудрецы, что шаббат это не конец недели, и не начало недели. Это середина недели. Первые дни работают от того шаббата, второе на другой. И это правильная постановка жизни. Шаббат оберегает и укрепляет всю недельную работу. Иногда, кстати, шаббат используют в женском роде, иногда в мужском. Это намекает на то, что снаружи суббота кажется чем-то женским. Она получает, находится под влиянием. В будни человек зарабатывает, а в шаббат тратит вроде бы. Но так выглядит только со стороны. На самом деле шаббат это мужской принцип. Очень часто он не только не находится под влиянием будни, но сам влияет на доходы остальных дней. И все зависит от шаббата. Если вы скажете, что я знаю людей, которые не соблюдают шаббаты, и у них все хорошо, вы не смотрите на них. Если бы не было таких людей, у нас бы не было выбора. Именно такие люди и появляются в этом мире для того, чтобы пытаться ввести нас в заблуждение, чтобы мы выбрали правильную дорогу. В святой книге Зар, в великой книге Каббалы написано, что все шесть дней недели благословляются от шаббата. А расходы на шаббат никогда не высчитываются с общей прибыли человека, которая постановлена на Рошашуна. Расскажу короткую мазь. Был один евреев в городе родине, который отошел от общины, испортился. Открыл в шаббат винный магазин. Хафицхайм услышал это, пришел к нему, говорит, что ты делаешь, анрабин. Я пробовал торговать вином шесть дней. У меня не хватает прибыли, чтобы прокормить семью. Нет выбора, я буду семь дней. Тот говорит, так у меня есть для тебя более простое решение. Совершенно в каждой бочке встроен кран. Когда ты его открываешь, чтобы налить вино покупателю, сток отольется. Ставь в каждый кран, в бочку два крана, и будет больше литься. Ну, торговец смутился, он понял, что что-то не то. Говорит, Раф насмехается надо мной. Он говорит, почему? Разве ты не понимаешь, что то же самое количество вина, которое тебе постановлено свыше продать за шесть дней, ты продаешь за семь. Наши мудрецы, сказал Хафицхайм, учат нас, что пропитание определяется человеку с рожьей шлона на целый год. И Всевышний с точностью постановил, сколько денег каждый заработает за это время. Поэтому верующий открывает шесть кранов, то есть работает шесть дней, за которые к нему приходят вся прибыль. А самые хитрые пытаются открыть еще седьмой краник. Надеясь, что через него получат больше доходов. Но они не знают, что напрасно стараются. Напротив, сказано, что труд всей недели уйдет впустую. От работы, выполняемой в шаббат, человек никогда не увидит благословения. Благословение и проклятие сказано в книге Тора, я даю тебе, Бог слал человеку. Ну казалось бы, но если тебе говорят, выберешь благословение, мало того, говорит Бог, выбери благословение. Человек говорит, отлично, благословение и проклятие, конечно, я выберу и берет что противоположное. Почему? Да потому что он думает, что вот или краник откроет, или что это все ерунда. Это не ерунда. Шаббат дает все. Шаббат дает духовную силу. Шаббат ограждает человека от всяких неприятностей. Давайте сегодня не открывать этот глупый седьмой кран и попробуем хотя бы посмотреть, как изменится наша следующая неделя. Она обязательно изменится, если мы попробуем шаббат сделать шаббатом. Брахавы от слаха, шаббат шалом, всего самого-самого лучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!